Народовый католицизм, как нишечитель христианства, как таковый. През эгоцентризм, эгоизм и остальных грехов, которые входят в этот эгоцентричный католицизм, как бы так, народовый, так и национальный. И спойночущим, единственным с властью, которая также пропагует эгоцентричный, империальный, моцарствовый политик. В отношении, конечно же, до больших слабых и по-иному, уже то паинство, которое зъединено с костовым, католицким, по-иному, уже не может проводить в том национальном, эгоцентричном, народовом политике. Потому что в политике нужно проводить свое политическое жизнь дипломатическим способом. Посмотреть на другие края и все-таки мы это понимаем. Но эта эгоцентричная машина, как из часов Старого Тестамента, уже те, чьи политики не могут поступать, а проводят, как и царь-лидер паинства эгипского, только через погарда, которая его и сжера. А разом с этим приводцем, сжера, тапогарда, эгоцентризм народовы были бонч-яки и то паинство, как такое. Принаймне в новоочесных часах то сельветки тего паинства нижше. Но это не аксиомат, потому что мы видим в истории и в целом, теоретически, паинство народовое может ратовать христианство от депровации в тех частях мира, в других краях, где христианство депровует. Но это не в том случае и не в польском. Потому что само то христианство в обличии католицизма народового и не только Мендляровского, то есть депровация христианства как такового. И это христианство находится в тарапатах. Хотя бы с вели причин, одна из них, что на идеологию, на несение слова Боского могут впливать по-просто, как паганские демоны и идеология христианства, и навязывать ее через паганский розум, понимание, логику паганскую. Так и также через юдея. Первое, как бы, христианство только... Езус был христианином, а Езус то и есть Бог, Сын и Дух Святый. От начала до конца. Которого, как не было конца, так и начала. А жители считают, что только они, народ выбранный. И то пропагуются через идеологические вещи христианства, новочесные, польские. И так, сегодня, уже 11 листопада 1912 года, через изыск, выгоды и прибытие, через заработки для христианства на нужды и тралость христианского христианства, который относится с христианством в меньшем степени, но более с католицизмом. Через то, что каждый житель должен каким-то образом получать эту церковь, христианскую христианскую, за рахунок догм, который мне та церковь, костюль, то христианство сникштался. Слово Божье. Сникштался и чистым святом крыть Езуса Христиана. Чем? Вели традиции, очень подобных к христианским 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 христианским, культ очень хорошего человека святого, но культ Матки Божьей. И много, много других чинов, самих крыльев, которые через закон, через то, что написано, сначала через кохание, до Бога Всесмогонского, а потом закон, потом право. Через то право они кахают не только деньги, но и свое право костюльное, даже апокрифы между Библией. Ну это очень длинный темат, чтобы в то так сильно вдохнуть, потому что и протестанты, и католики, и православные, так, у протестантов более ясно, но тоже не все там так колорально, как нужно. Сегодня мы видим, что два мши за забитых причин Леха Качанского, пани Молжонки, и 96 польских патриотов. Это хорошо, что через то слышны засады христианства. Христус, Дух Святый, Бог. И то, на таких засадах, что это не смешает себя с никаким народным католицизмом. И часто слышно, что бескопы говорят, что многие люди говорят, что свободность. Они цитуют Иоанна Павла II, святого короля Войтыла, цитуют других работников, колориков, церкви святых. О свободности они говорят. Это хорошо слышать. Это, как муд на сердце христианина, и в целом, человека, который не так очень смотрит, даже для мусульманин, это муд на сердце. на тихо нископы На илле жить через свою коржусть, только чтобы наиболее в Польше было и экономика, и перспектива, и духовность, и остальное. Только как наиболее, чтобы снова прийти, дорвать себя, урвать себя до власти. Это не опозиция, это смерть. Но конструктивная должна только помогать в этой власти, там, где она мылит себя, мылит себя в этих поединках воли. Которая она уже сон вольный, край Польска, вольный, и теглее. Цитуем, цитуем, нибыто, какие-то загрожения сон вчера, джище и утро. Не, ну, в Польше все хорошо. И это значит, что это слово воля, уже этим словом, используем, используем его, как коммунисты, тоже использовали слово революция. Почему это так? Бо сама Польска на арене международовой, не только Вашековский, ну, он только линк, в связи с целой власти, ну, Пис, сейчас, при власти. Только линк, который мы еще на арене международовой и жидче, разом с Венграми, не воля, не воля, не воля страна, а упадла, чтобы загрожить, было, что только можно загрожить. И снова спрятать, то есть, что говорит воля, а мысли и сердце вказывает на то, на разбор для кого-то, чтобы быть гиеном, как вольная гиена. Польска на арене международовой и жидчеством. Восходных. Вот у часа разбора была польска, в Гуле, там малютое варшавское воеводство. А там кресла были спольные под австро-венгерским ряном, руководством. Барчик, который выделил для польских там руководителей. И она только тем занималась, что только намагалась целый час пацификовать, загарнивать и ополячивать местную людность. Когда ополячивание не выходило, то та людность оглашалась общим чавом, которому не нужна нижняя воля, а только нужно здесь вынести все. До Сталина, до Гладоморов. Вот такая воля была, которая доставила до ненависти, а та ненависть доставила до крови. И в кассиолах, ну, хорошо, что маршанг Писусский звучит, но также звучит и домовский. А еще потом еще и пиратского, такого злочинца, этого пацификатуры кровавого украинцев. И так, естественно, дело против христианства, это народовый католицизм, который видит только украшения, либо патерналистичные в отношении других, либо эгоистичные, эгоцентричные. А как мы видим, что в Библии написано, ну, очень ясно, что тот, кто учит Слово Босковое, тот, кто отзверчет, тот, кто отражает христианство, тот должен быть, в Клороне, чистый, справедливый и говорить правду. А мы видим все наоборот. Идет два, какая-то путиновская кассарская манипуляция. Великие, великие, как говорим в телевизии, нормальные, жрюдла, которые належат россиянам, через пучину, вкраденные, забранные, как иначе, и выданы на пропаганду по целому святу своей банджорской практике, в каком мыслимо царствующим. Это, кстати, как мы видим сейчас, и польская тоже, но мажься, стараясь дождаться этим следом, преступникам путинской, путинской России. Закламивать, не говорить, конфаблировать, не говорить о своих грехах, а только чонгли, чонгли о грехах и еще разом с теми Мадярами, с Венграми. Может быть, и чехи, кто-то там за сердцем от Украины отдыхают. Они, как гиены, собираемся, намагаясь, чекаясь, когда Украина отдыхнет, чтобы урвать, ну, что он сдехлый, шмат, менса. Прощавица. Расторопанная. Это не все трое. Самоедки маленькие. Маленькие самоедки. Вы грустный товарищ, махаю крылом кровавую пищу кровет под окном. Тебе под нас снять, ебарисе. Не думаю, стараюсь. Не, живете. Снимайте, ебарисе. Попробуем. Вчонц еще свежее, как в 18-м году было. Все кричат, о, что там у вас с этими цементарями? На тыле, на иле? Бо, прежде что, ну, то добре, что крысы достались еще польцы, а не россиянам. Али что, были спойные крысы, украинско-польские. И, нестыта, они потом стали цементарем украинско-польским на тых крысах. Как в часы войны, как в инне, решта часы. Раджеские пацификации и решта-решта. И, ровно, что есть, что мы видим. Тип захования, ну, просто, ну, политического делириуса. Дименции политической. И на медиа, вылажившись и кричим, что вы загарнели наши кощовы в Львове, на крысах. Или там, или там, или там, для всех, они должны все нам отдать полякам. Чтобы это принадлежало громаджам польским, чтобы на этих крысах может, снова стало меньше поляков, но украинцев. Чтобы там учили дополнительный польский язык. Барзо шановный и кухонный язык. И чтобы эта полония была по-польски до такого ступня, чтобы она была вторым польским. Ну а те поляцы, та полония потом меньше повторила то самое, что и официальная политика польски. Так само было во все времена, начиная от королев, потом шляхта, потом политики. Были где-то обычного поляка, причинного, а ценно через свою погарду его спрятали, через демонстрацию своей погарды, перед иными европейскими, такими же самыми, как и они, и греховные политики. Они клются, а народ дыхнет в крови, от ненависти, один с другим. А они потом очекают... ЗАТАПЛЯТЬ! ...до Англии. И сидят и смотрят, как их народ мертвует другой народ. А потом играют в меньшинство. И приписывают это меньшинство, как в Польске. А они себя именуем Польском. Бо влаца то Польска. То не народ, не люди, звыквые обыватели, поляцы, для них Польска. А они, политики, Польска. А звыквые поляцы повинны в том, чем может крвить через их погарды на Минзародовой арене. А потом, чьи поляцы, их поколения остались, которые остались живы, снова будут кричать. Хвала Крюлю, хвала Польска. Бо он есть в Польске. А мы никто. Ну ниц такие малюшенькие патерналистичные створения. Что подать, что принять, каким раком стать и остальное. И через такие политики Блажниковского, которые через свою такую малюшенькую заздрость до ясного человека, Ветровича, который по маленьким частям находят исторические вещи, которые хоть как-то съем броню эту Украину. От кламства. Семашковского. Того псевдохсюнза Шатана Супана. Тысяченцы, тысяченцы псевдоприлитиков, псевдохистoryков и разных идиотов корыстных для Москвы. То сау справы, которые подлегают гигантычной, росыйской операции дезинформацийной. Он броню избирает по маленьким частям, что на тюле это логично, на тюле это эвидентно, что это все нужно запрещать этим кламством. А Влажниковский говорит, что не, как больно, как по твоей погаде, по твоему кламству, кто-то так бьет и все на земле вывалит. И он с этой заздровкой, с той злощи, на ветровича, не забронить ему. О, жадно не пройдет, кто заложил мундур дивизии Галичина СС. Ну и так, на певно Влажниковский выжил святых ойцов Ватикана, который отпустил тех дивизийников, тех злощей дивизии Галичина. Отпустил до Англии, ехали там рядом, сделали им паспорт и они поехали жить себе. Потому что они вооружили с коммунизмом, под бродами их разбили, те сами коммунизмты, и навалывали, чтобы гитлеровцы навалывали под зарядом, чтобы эта дивизия СС Галичина, Галичина ехала с французами вооруживать. А те порвали бронь и сказали, что мы не поехали там, мы вооруживаем с коммунизмом. С тем коммунизмом, с которым потом в 1945 году начали вооруживать. Жоунижные выхленты вооружили уже под шум и аплоды, и оклазкивание миллионов Поляков, которым то было уже здесь. Они уже были в своем талеже невольництва. Только уже такого невольництва, не такого, как в бедном варшавском воеводстве. Это уже начала экономика, развивающие, добрые инфраструктуральные терены, которые тоже через коммунистов, той червоной холоты, польская отримала. И они там скакали, скакали, им уже было на плеч, на всех. Они добыли кого-то патроналистично, как до вуза, до маршала, маршалка. Ставилися, бегали, бегали, пока не начала роснуть в народе, наконец, солидарность. Которым тоже часами Поляцы были спигов, спиунцев, спутили, смутили, спрятали ту солидарность. Самые вещи, как то. Свои кошелы ближе к телу. Своё родзинство, свой коржисть, свой империзм. Это все свободность. В свободности. Только что с свободностью Поляцы сейчас сделали, как и когда-то сделали. То, что до права, до распор, либо до занятыхания, либо до того, что Бог Всехмагонца не дает развития. Целему паинству быть, как англо-саксонская империя, хотя бы. Так. Бо она демократична. Барже, неж Поляцы, которые хотят наследовать ее. Але выходит, как завсё, народовый католицизм, эгоцентризм и просто грех. И тыле. В Редактор субтитров А.Семкин